Часть седьмая. Любовь к Богу, высшая цель. Йога привязанности к Кришне. Шрила Прабхупада так описывает совершенство йоги. Шри Бхагавану Вача. Система йоги, о которой здесь говорит Кришна, очень проста и в то же время возвышена. Вы просто должны полностью занять свой ум мыслями о Кришне, о его облике и не думать ни о чем другом. Как же мы должны думать о Кришне? С привязанностью. Ассакти, если вы кого-то любите, вы хотите постоянно лицезреть этого человека. Ваша привязанность так сильна, что не видя его, вы не находите себе места. У разных людей разные привязанности, но каждый к чему-то привязан. Шрила Рупагасвами дал очень простое объяснение того, какой должна быть привязанность к Богу. Он говорит. Подобно тому, как у юноши сразу же появляется влечение к юной девушке, лишь только он увидит ее, и как девушка сразу пленяется юношей, лишь взглянув на него, пусть и во мне пробудется такая же привязанность к тебе. Подобная привязанность естественна, и не нужно ходить в университет, чтобы научиться ей. Просто завидев девушку, юноша думает. О, какая милая, красивая девушка. А девушка думает. О, какой прекрасный юноша. Точно так же мы должны думать. О, это Кришна. Это преданные Кришны. Это беседы о Кришне. Это храм Кришны. Другой пример. Наша привязанность должна устремляться к Кришне, подобно течению реки, свободно несущей свои воды к морю. Наша любовь должна естественно и свободно течь к Богу. Кришне, подобно тому, как река устремляется к морю. В этом и состоит совершенство йоги. Йога означает связь. Вначале мы пытаемся восстановить нашу связь с Кришной искусственно. Но когда эта связь станет спонтанной и не будет знать никаких преград, подобно водам реки, непрестанно текущим к морю, мы достигнем совершенства в йоге. Никто не в силах воспрепятствовать течению реки. По какой причине река впадает в море? Это происходит само собой. Без какого-либо воздействия извне. Когда наша любовь будет течь к Кришне так же естественно и свободно, без каких бы то ни было личных мотивов, можно будет говорить о том, что мы достигли совершенства в йоге. Спонтанная любовь к Богу не зависит ни от каких внешних причин. Единственная ее причина – сама любовь. Поэтому ее называют ахайтуки. Ахайтуки означает «не имеющая никакой причины или мотива». Обычно люди идут в храм или в церковь с корыстными мотивами. Например, христиане идут в церковь и молятся «Господи, хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Их мотив – желание получить хлеб. Но когда вы идете в церковь с одним единственным желанием – прославить Господа, это и есть настоящая любовь. Конечно, если человек думает «Господь даст мне хлеба, и поэтому есть смысл ходить в церковь, это тоже неплохо». Однако такую веру, основанную на корысти, можно утратить. Если мы обращаемся к Господу ради какой-то материальной выгоды, наша вера в Него может разрушиться в любой момент. Это не настоящая любовь к Богу, ибо настоящая любовь не преследует никаких личных целей. Другое свойство чистой любви – апратихата, не знающая препятствий. Никакие материальные обстоятельства не могут стать помехой для настоящей любви к Богу. Не следует думать «я беден, и поэтому вынужден тяжело трудиться». Сейчас мне не до любви к Богу. Часто от людей можно услышать «я пока подожду». Вот когда на моем банковском счете будет миллион долларов, я приму сознание Кришны. А пока позвольте мне зарабатывать деньги. Это не бхакти, это не привязанность к Кришне. В этом стихе Кришна говорит, что мы должны заниматься йогой под его покровительством. Мад-ашраях. Это означает, что сначала мы должны найти прибежище у Кришны или его представителя. А затем начать практиковать такую йогу, которая поможет нам достичь спонтанной любви к Кришне. Для того, чтобы пробудить в себе эту привязанность, мы должны следовать ряду регулирующих принципов. Например, мы говорим нашим ученикам «откажитесь от недозволенного секса». Ведическая система учит, что если человек хочет заниматься сексом, он должен жениться и жить в соответствии с религиозными принципами. Муж и жена смогут удовлетворить свои сексуальные желания, произведя на свет хороших детей. Половая жизнь не запрещается, она разрешена. Однако это не относится к недозволенному сексу. Когда вы занимаетесь недозволенным сексом, в вас растет привязанность к сексу, а не к Кришне. Поэтому он запрещается. То же самое касается и мясоедения. Желание питаться мясом, рыбой, яйцами и любой другой невегетарианской пищей – всего лишь привязанность языка. Никто еще не умер без мяса. Это факт. В детстве все мы питались молоком, либо материнским, либо коровьим. Следовательно, корова тоже является нашей матерью. Подобно тому, как мы пьем молоко из груди матери, мы пьем и молоко матери коровы. И поскольку убийство собственной матери – страшный грех, мясоедение запрещается. Однако люди стали настолько греховными, что не понимают даже такой простой вещи. Им следовало бы задуматься. Когда я был маленьким, эта корова отдавала мне свою кровь в виде молока, чтобы я смог выжить. Теперь, когда я вырос, я стал настолько неблагодарным, что готов убить эту корову и съесть ее плоть. Вот он, прогресс современного образования. Людей научили убивать своих матерей. Во всех религиях убийство либо полностью запрещено, либо максимально ограничено. В христианстве существует заповедь «Не убей», но практически все христиане нарушают эту заповедь. Зачем тогда объявлять себя христианами? Если вы не выполняете указания Господа Иисуса Христа, как можете вы называть себя христианами? В этом заключается наш вопрос. Но даже для того, кто не является христианином, убийство – самый большой грех, и его нужно избегать всеми силами. Ваша главная задача – развить спонтанную привязанность к Богу. Для человека это задача первостепенной важности, поскольку выполнить ее можно только в человеческом теле. Если вам удалось усилить свою привязанность к Кришне, вашу жизнь можно считать успешной. Успех означает, что вам больше не придется рождаться в материальных телах. Вы получите духовное тело и отправитесь к Кришне, домой к Богу. Поэтому, если вы развиваете привязанность к Кришне, наградой будет решение всех проблем в вашей жизни. Чтобы увеличить привязанность к Кришне, вначале вы должны следовать определенным регулирующим принципам. Например, когда доктор прописывает вам лечение, он также говорит «не ешьте такую-то пищу, не делайте того-то и того-то». Точно так же в сознании Кришны существует целый ряд предписаний и ограничений. Мы принимаем то, что предписано, и отвергаем то, что запрещено. Все это благоприятствует развитию сознания Кришны. Мы принимаем лишь то, что благоприятствует пробуждению привязанности к Кришне, и отвергаем все остальное. Итак, если недозволенный секс неблагоприятен для сознания Кришны, мы должны отказаться от него. Нет смысла спорить с этим, споры вам не помогут. Также вы должны отвергнуть одурманивающее средство, мясоедение и азартные игры. Недозволенный секс, мясоедение, одурманивающее средство и азартные игры – вот четыре опоры греха, на которых держится здание греховной жизни. Если вы намерены всерьез заняться практикой сознания Кришны, вам следует в самом начале духовного пути отказаться от этих четырех опор греха. Сегодня некоторые получат посвящение. Это означает, что они собираются очень серьезно практиковать сознание Кришны. Тому, кто серьезно настроен в отношении сознания Кришны, первым делом следует разрушить эти четыре опоры греховной жизни. И тогда грех не сможет коснуться вас. Кришна говорит в Бхагавадгите 7.28 Кто совершал благочестивые поступки и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзии и достигает твердой веры в сознание Кришны. Что же такое благочестивая деятельность? Во-первых, это ягья, жертвоприношение. К примеру, сегодня мы будем проводить огненное жертвоприношение. Другой вид благочестивой деятельности – пожертвование на распространение сознания Кришны. Поскольку движение сознания Кришны занимается проповедью, мы нуждаемся в средствах. Деньги – это энергия Кришны. У каждого есть деньги Кришны. И чем скорее человек использует какую-то их часть для Кришны, тем будет лучше для Него. Допустим, я незаконно завладел вашими деньгами. Если я верну их вам, я сниму с себя вину за совершенное преступление. Или, допустим, я что-то вытащил из вашего кармана и чувствую угрызение совести. Ох, а ведь красть нехорошо. Но стоит мне вернуть вам украденное, как все встанет на свои места. Однако, если я этого не сделаю, то превращусь в преступника и буду наказан. Аналогично, все те, кто держит у себя деньги Кришны, не возвращая их владельцу, являются преступниками. Они будут наказаны. Каким образом? Мы видели это недавно во время войны между Индией и Пакистаном. Каждый индиец должен был давать деньги на военные нужды пропорционально своим доходам. Все богатые люди должны были отдать по 50 лакхов рупий, около полумиллиона долларов. Было собрано много миллионов рупий, которые были потрачены на производство пороха. Сва-ха. Сва-ха – санскритское слово, которое произносит главный жрец во время ведического огненного жертвоприношения. При этом он вливает в священный огонь топленое масло, отчего пламя разгорается еще сильнее. Поэтому, если вы не совершаете правильное сва-ха, вам придется совершать какое-то другое сва-ха. Война во Вьетнаме продолжается. Сва-ха. Тысячи молодых людей посылают туда. Сва-ха. Столько денег тратится на войну. Сва-ха. Поэтому лучше научитесь совершать сва-ха для Кришны. Иначе вам придется совершать сва-ха для майи, иллюзии. Итак, человек должен совершать жертвоприношения и делать пожертвования для Кришны. Далее следует тапасья. Тапасья означает добровольное принятие различного рода ограничений. Сейчас мы привязаны ко всяким глупостям, и пока мы не прекратим эту бессмысленную деятельность, мы не сможем понять сознание Кришны. Если вы хотите быть серьезными, вам следует отказаться от всего этого. Действуя таким образом, нам нужно постараться увеличить свою привязанность к Кришне. И если наша привязанность к Кришне усилится, мы достигнем совершенства йоги. Сознание Кришны – высшая система йоги. Кришна говорит в Бхагавадгите 6.47. Из всех йогов лучшим является тот, кто всегда думает обо мне. Вы постоянно думаете о каком-то человеке, если привязаны к нему. В противном случае это невозможно. Если вы любите кого-то, вы всегда мысленно видите перед собой его облик. Всегда. Как говорится в видическом писании, Чтобы увидеть Бога внутри себя, нам нужно очистить свое зрение. И это можно сделать, если каждый день умощать глаза бальзамом любви к Богу. Врач может прописать нам мазь для улучшения зрения. Подобным образом вы увидите Бога, если улучшите свое зрение при помощи приманджаны – бальзама любви к Богу. Итак, вы должны учиться любить Кришну. Для этого нужно вставать рано утром. Вам это не нравится, но вы говорите, «Я встаю рано, чтобы доставить удовольствие Кришне». Это начало. Затем, «Я должен повторить 16 кругов мантры Харе Кришна на четках». Вам может быть лень. Может быть, у вас нет настроения. Но если вы хотите полюбить Кришну, вы должны это сделать. Должны. Вначале вам нужно учиться любить Кришну. Но когда вы действительно разовьете в себе любовь к Богу, то не будет и речи, а должны. Вы будете спонтанно следовать регулирующим принципам, потому что будете испытывать любовь. Обучение любви к Кришне чем-то напоминает развитие любви в обычных отношениях. «Если я люблю девушку, я буду дарить ей цветы и подарки». Это один из шести видов любовного взаимообмена. Вы должны дарить подарки тому, кого любите, а также принимать подарки от него. «Дадати прати грехнати». Далее. «Гухьям Акхьяти Причхати». Открывать свои мысли любимому. «Гухьям» означает «очень личное», а «Акхьяти» – «раскрывать». Вы должны открывать свои самые потаенные мысли тому, кого любите. А он в ответ будет открывать вам свои. Далее. «Бхунгте Бходжаяте Чаева». Угощать любимого и принимать угощение от него. Таковы шесть способов усилить свою любовь. Если вы действуете подобным образом по отношению к Кришне, то вы разовьете свою любовь к Нему. Мы так много берем у Кришны. Кришна дает нам все. Он удовлетворяет все наши потребности. «Эко Баху нам Йовидадхати Каман». Невозможно изготовить на заводе фрукты, цветы или зерно. Их дает нам Кришна. Итак, мы живем за счет Кришны. И если, приготовив пищу, мы не предлагаем ее Кришне, а разве это порядочно? В движении сознания Кришны все, что мы готовим, мы предлагаем Господу. Что в этом плохого? Но негодяи говорят. Эти кришнаиты язычники. Они предлагают пищу камню. Только подумайте. У этих негодяев нет разума. Они не знают, что Бог тоже ест. Кришна говорит в Бхагавадгите. 9.26 Когда мой преданный предлагает мне овощи, зерно, фрукты, воду или молоко, я ем его подношение, поскольку он делает это с преданностью и любовью. Преданный думает. Кришна, ты дал нам столько прекрасных продуктов, и я приготовил из них пищу. Пожалуйста, попробуй это блюдо первым. Это и есть любовь. Предположим, ваш отец обеспечивает вас всем. И вы чувствуете себя обязанным ему. Приготовив что-нибудь вкусное, вы сначала захотите накормить его. Дорогой отец, я приготовил очень вкусное блюдо, отведай его, пожалуйста, первым. Отец скажет. Действительно вкусно? Хорошо, давай я попробую. Он будет очень доволен вами. На самом деле, то, что вы приготовили, и так принадлежит ему. Поэтому, строго говоря, вы не можете ему ничего дать. Точно так же у вас нет ничего такого, что вы могли бы предложить Кришне. Однако, если вы наделены некоторым разумом, вы все равно будете предлагать ему то, что ему и так принадлежит. И это поможет вам развить любовь к Богу. Если же вы остаетесь негодяем и продолжаете воровать у Бога, ваша жизнь в человеческом теле пойдет прахом. Но если у вас есть некоторый разум, и вы предлагаете Господу все, что получаете от Него, ваша жизнь увенчается успехом. Если Господь дает нам хлеб насущный, почему бы вначале не предложить этот хлеб Ему? Это проявление разума. Если же кто-то считает, Господь дает мне хлеб, а я его ем, вот и все. Мое предназначение состоит в том, чтобы просто есть такой человек-мошенник. А может быть, ваше предназначение в том, чтобы предложить что-то Богу? Мы должны быть благодарны Ему. Господь дал мне этот хлеб, поэтому я сначала предложу его Ему, а потом смогу поесть сам. Что плохого в этой идее? Что мы теряем? Но низшие из людей даже не знают о том, что получив от Господа пищу, они должны вначале предложить ее Ему. Когда вы предлагаете что-то Кришне, Богу, то Он ест, но затем возвращает все вам как просад. Таково могущество Бога. Итак, бхакти-йога или сознание Кришны – это метод, с помощью которого можно усилить нашу привязанность к Кришне. Мы не говорим «Христиане плохие, а индуисты хорошие». Нет. Мы просто говорим «Сейчас, в человеческой форме жизни, учитесь любить Бога». Вы столько времени любили Дога, а теперь попытайтесь любить Бога. Такова наша проповедь. Мы никого не критикуем. Нас интересует лишь одно – обрел ли человек любовь к Богу. Вот и все. При этом он может оставаться христианином, индусом или мусульманином, это не имеет значения. Мы лишь хотим убедиться в том, что вы действительно любите Бога. Если это не так, мы скажем «Пожалуйста, попытайся полюбить Бога, используя наш метод». В чем же заключается наш метод? Шраванам Киртанам Вишнох. Нужно просто слушать о Кришне и воспевать Его славу. Разве это трудно? Если вы пока еще не знаете, как полюбить Бога, воспользуйтесь этим методом. Даже если вы не будете делать ничего, кроме как просто приходить в этот храм и слушать о Кришне, ваша жизнь увенчается успехом. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.